Косметолога Оксана Мегида Это распространенные вопросы наших николаевцев Итак, не будем долго говорить, перейдем сразу к теме Первый вопрос Как часто нужно делать чистку лица у косметолога? Ну, профессиональная чистка лица, вы понимаете, она отличается от домашней чистки лица Потому что там много комплексов, там профессионально расширяются поры Идет профессиональное использование косметики Поэтому косметологи рекомендуют делать чистку лица один раз в месяц А вот еще один вопрос У одной из наших телезрителей нет жирное лицо и широкие поры Что есть с этим делать? Да, действительно, очень часто девочки приходят и говорят У меня расширенные поры, как мне их сузить? Зачем? Если у вас жирный тип лица, кожи, извините То у вас в чрезмерном количестве выделяется кожное сало И ему ведь нужно куда-то выходить А если мы их сузим, то вы сады не будете? Лучше лишний раз пойти и умыть лицо, протереть его тоником, обезжирить его Но сужать поры не стоит Это другое дело, когда после профессиональной чистки косметологи используют поросуживающую маску для того, чтобы закрыть поры Но обладательницам жирного типа кожи не нужно сужать свои поры Совсем скоро будет 8 марта И вот перед одной из наших телезрительниц стал вопрос Какой крем купить маме в подарок? Тоже очень часто мне задают этот вопрос Потому что приходят девушки ко мне Но давайте с вами не будем лукавить Что мамы в основном это возрастная категория женщин И если у них уже есть морщины Девушки часто спрашивают, какой маме купить крем против морщин Это идут уже возрастные изменения Я не буду лукавить К сожалению, никакой крем не справится с возрастными морщинами Да, мы можем увлажнить кожу Мы можем ее подпитать Но, к сожалению, морщины мы не уберем Поэтому запоминаем правило номер один от косметолога Проблему легче предотвратить, чем ее устранить То есть не нужно покупать какие-то дорогостоящие противоморщинные кремы Лучше купить что-то, что подходит маме по типу ее кожи И сделать тем самым очень приятный ей подарок Даже не намекнув, что у нее есть какие-то проблемы с морщинками Совершенно верно Лучше подобрать косметику для домашнего ухода Какое-то приятное молочко для умывания Какой-то освежающий тоник и питательный крем Что ж, следующий вопрос У меня пигментация, как ее устранить? Скоро весна Я думаю, мы с вами затем отдельно поговорим про пигментацию Действительно, это очень тяжелая проблема Это очень глобально, про нее можно много разговаривать Для того, чтобы устранить пигментацию Если у вас есть склонность, то когда идет активное солнышко Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитными кремами Это для вас тоже самое основное правило Защищать свою кожу Также, если у вас уже есть пигментные пятна Обратитесь, пожалуйста, к косметологу Либо купите домой косметику, у которой есть витамин С В составе петрушка Но ингредиенты, которые хорошо осветляют кожу Косметолог вам сделает курс химических пилингов Как раз сейчас это все делают активно Косметолог вам может сделать мезотерапию препаратами В котором есть витамин С Следующий вопрос Купероз Можно ли его убрать? Купероз Купероз – это проблема, которая уже есть Купероз – это лопнувшие сосудики Которые в виде красных таких вот ниточек Просвечиваются через кожу Это не очень эстетично выглядит Да, действительно, женщины пытаются с этим как-то бороться Убрать можно Но нужно предотвращать возникновение Снова, чтобы не появились лопнувшие сосуды Убрать мы можем при помощи лазерной техники Это вы можете обратиться в медицинский центр Пройти консультацию Вам подберут аппарат И уже сделают данную процедуру Предотвратить я всем назначаю препарат Аскарутин Который укрепляет сосуды И предотвращает их ломкость Еще один вопрос Как в продолжении одного из предыдущих Как убрать морщины? Про то, что крем нам не поможет, мы узнали Но, возможно, есть все-таки какой-то способ? Есть С 25 лет мы начинаем пользоваться кремом Для того, чтобы предотвратить обезвоживание кожи И не дать ей стареть Чтобы не появлялись морщины Убираются морщины также, смотря какой возраст Возрастные морщины, я уже объяснила Их убрать более сложно Если приходит средняя возрастная категория женщин Мы можем провести и мезотерапию Проколоть ей мезококтейли Можем сделать беревитализацию Увлажнить кожу гиалуроновой кислотой Она очень хорошо разглаживает морщины Также курсы химических пилингов И, конечно, профессиональная косметика А вот по поводу, насколько безопасна мезотерапия Потому что многие женщины боятся Ее боятся что-то вводить себе в организм Насколько это безопасно? И насколько это уже распространено сейчас? Сейчас бум инъекционной косметологии Действительно, девочки хотят Девочки, мне это приятно Как профессионалы, что девочки начали ухаживать За своим лицом девушки Действительно, мезотерапия Здесь самое главное Правильно подобрать вам коктейль Потому что мезококтейль состоит из нескольких действующих веществ Там уже и витамины идут Ну, разные вещества Также можно и просто гиалуроновую кислоту проколоть Надо уже общаться с косметологом Подбирать именно что-то для вас Если косметолог профессионал своего дела У него есть медицинское образование Стерильность соблюдается Ну, бояться не нужно Соблюдать все правила Асептики, антисептики И все будет хорошо Я думаю, что вы успокоились сейчас абсолютно Всех наших телезрительниц Которые боялись все-таки столкнуться с этими инновациями Но теперь все-таки подумают о том, что выглядеть красиво возможно Следующий вопрос от наших телезрительниц По поводу домашнего ухода Как правильно дома укаживать за своим лицом? Чем умываться? И что выбрать для домашнего ухода? Самое основное напомню Обладателям сухого типа кожи Я рекомендую молочко Домашний уход Оно нежно будет очищать вашу кожу Обладателям жирного типа кожи Я рекомендую гель Он более плотный Он более тщательно будет вымывать кожное сало Из ваших пор Обладателям также нормального типа кожи Чтобы ее не пересушить Я рекомендую также молочко в домашний уход Затем мы обязательно протираем лицо тоником И увлажняющий крем Я думаю, что это просто И повторить может абсолютно любая женщина Следующий вопрос Как часто нужно пользоваться скрабом? Действительно, это очень важно И главное не переборщить Не всегда то хорошо, что чего очень много Скрабом нужно пользоваться один раз в неделю Не чаще Если у девушки сухая кожа, обезвоженная Лучше даже один раз в две недели Потому что скраб своего рода тоже он травмирует кожу Он убирает верхний слой кожи роговой Вот эти роговевшие чешуйки, которые склеиваются Закупоривают наши поры Но когда кожа обезвоженная, сухая Он является своего рода раздражителем И с помощью этого скраба мы не только не лечим кожу Но еще и больше ей вредим Спасибо вам, Оксаночка Я думаю, что следующий цикл вопросов Мы продолжим в следующей нашей встрече Я думаю, что наш диалог полезен Абсолютно всем женщинам Которые любят ухаживать за своей кожей лица И выглядеть просто Замечательно, превосходно И быть в центре внимания Нагадую, что сегодня до студии Нового дня Завитала косметолог Оксана Мегіда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok